Добрый день, уважаемые жители автономии! На канале ГРТ программа «Диалог в студии» Для вас работаем мы, Валентина Чобан, и мой коллега-звукооператор Павел Арнаут. В нашу студию сегодня мы пригласили депутата Народного собрания ГГУЗИ от села Бешалма Григория Дюльгер, чтобы поговорить о ситуации, которая сложилась в Народном собрании ГГУЗИ. Григорий Иванович, здравствуйте! Заман Хайролсон. Заман Хайролсон. Бьюк Хавизна селем нейром сезе. ГГУЗДИЛЕН ДА РУЗДИЛЕН ДА НЕТРУЛЛА ФИДЕЛЕМ. Сезене джогу ГНОЛДЖИК БУНА НАШМАДАК ЯЙНУЗПАШЛАН. О ЗАМАН. ЗАМАДАК ЯЙНУЗПАШЛАН. ЗАМАДАК ЯЙНУЗПАШЛАН. ГГУЗДИЛЕН ДА РУЗДИЛЕН ДА РУЗДАН. ЗАМАДАК ЯЙНУЗПАШЛАН. ОЖИДАЮ УСЛЫШАТЬ ОЁМКИЙ ОБЫКТИВНЫЙ ВАШ. ПОЖАЛЛАССТА. Хороший вопрос задали. Что происходит на самом деле? На самом деле происходит то что, знаете хоть и летняя пора, но очень много вопросов накопилось, и вы видите, что и у нас в афтономии, и в мире очень быстро меняются события, И нужно в такие моменты очень быстро реагировать, учитывая, что центральной власти очень много делается касательно нашей автономии. Поэтому здесь самая большая проблема, что нужно собираться намного чаще, учитывая, что господин председатель ждет, извините, как будто по шаблону, раз в месяц и все. Такие моменты нужно и можно собираться чуть ли не каждый день. Поэтому собирается очень много наболевших вопросов. Давно такого не было. В повестке было 17 вопросов, плюс еще 6 дополнительных, хотя не все вопросы еще включили. Ну и представьте, конечно, возмущение коллег. Это всего не происходило бы на повышенных тонах, если бы была бы хорошо поставлена работа председателем Народного собрания президиумом и не было бы таких, я думаю, склоков. Какая работа над ошибками должна была быть проведена президиумом после заседания от 30 июля, чтобы 7 июля вновь не оказаться внутри скандала, так скажем? По крайней мере элементарно проводить законные комиссии постоянные. У нас получалось, поднялись вопросы, да, что постоянно комиссия не заседала, включены вопросы в президиум, когда это уже идет нарушение рекламы, так как такое может быть. А продолжают игнорировать специально. Поэтому коллеги, я и в том числе не возмущаюсь, а просто показываю на тот факт, что это не должно быть так. Вы озвучивали разные претензии лично к спикеру Народного собрания ГАГОЗИ. О них поговорим чуть позже. Григорий Иванович, у нас уже есть первый звонок в студию, мы работаем в прямом эфире. Наденьте, пожалуйста, наушники. 2.49.60 номер нашей студии. Сегодня у нас в гостях депутат Народного собрания ГАГОЗИ от села Бешалма Григорий Дюльгер. Мы готовы выслушать первого слушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я Кузнецова Мария Ивановна, проживаю в муниципе Камрад. Мне 91 год. И я очень слежу за работу наших депутатов. И очень многие люди поддерживают депутата Дюльгера. Он очень правильные вопросы ставит. Я считаю так, по моему старческому. Он там бунтарь, но он народный бунтарь. Он вынужден брать и кричать там для того, чтобы его выслушали, иначе ему не дадут слова. И он с этим своим криком хочет донести до них то, что нужно народу. Во-первых. Во-вторых, я убеждена, там есть много депутатов, очень порядочные. И они в душе тоже этого думают. И согласны они с ним. Но они не могут говорить это вслух. А вот Дюльгер говорит вслух. И я убеждена, что Дюльгер, голосовали за него избиратели без никаких там подкупок, без никаких там знакомых. Он именно народный депутат. Во-первых. Во-вторых, еще один вопрос, пожалуйста. Я бы попросила Дюльгера быть, наше народное собрание Гагаузи, быть пионером принятия закона на счет наших, которые за границей живут односельчане. Диаспора, как называют. Что именно предлагаете? Там живут. Столько денег тратят, чтобы они голосовали там. Лучше бы пенсионерам бы дали. Они там уже имеют гражданство, все. Им наплевать, как мы тут живем. И они решают нашу судьбу. Они голосуют там. Они не знают, как тут мы живем. Люди добрые, где это видно? Пожалуйста, мне кажется, если сделали бы референдум, 100% бы народ сказал, что не нужно, чтобы голосовала Диаспора и решала нашу судьбу здесь, на месте. Благодарим вас, Мария Ивановна. Большое спасибо вам. Спасибо. В телевидении всем девочкам. Вы такие умницы, такие красавицы, такие хорошие вопросы ставите для нас, для стариков. А Дюльгеру желаю здоровья и чтобы он знал, что не только там, где он живет, где он избран депутатом, его поддерживает. Его вся Гагаузия поддерживает. Один из самых справедливых депутатов. Спасибо. До свидания. Благодарим вас. Пожалуйста, Григорий Иванович, относительно того, должны ли голосовать представители Гагаузии, находящиеся за границей. Хотелось бы пару слов Марии Ивановны сказать. Не знаю, понимает Гагаузский, не понимает. Думаю, возраст такой. Хочу сказать спасибо огромное за добрые слова. И что отрадно, она мысль очень правильную сказала, что не я один такой. Есть действительно много депутатов, которые также понимают ситуацию. Да, не у всех просто может быть кому-то труднее перебороть барьер и высказать свою мысль. Но также, как и я, болеют за Гагаузию, также стараются ради Гагаузии. И также прошли народное собрание без копейки, не подкупив ни одного избирателя. Это в первую очередь. Второе, по поводу того, чтобы быть пионером и поднять вопрос об этом в изменении закон избирательного кодекса. Я считаю, что это действительно правильное мнение. Действительно, мы столкнулись с тем, что все равно это наши люди. И благодаря им многие наши пенсионеры выживают благодаря тому, что дети на заработках отправляют деньги и помогают своим семьям в столь тяжелое время, когда у нас с энергическим кризисом было. Да и вообще каждый день продукты питания поднимаются. Но мысль очень правильная, то, что сказала Мария Ивановна, потому что только тот человек, который здесь на месте живет, он видит реалии и знает тех же политиков, которые выдвигаются, баллотируются на определенные посты. И действительно, когда, получается, диаспора играет одну из тоже не последних ролей в выборном процессе. Но тут речь о республиканском выборах. Здесь, да, здесь идет именно речь о республиканском, правильно вы уточнили. Я считаю, что правильная мысль, она имеет место быть. И думаю, действительно, этот вопрос надо поднимать на уровне республики Молдова. Ну, опять же, в основных законах написано, что имея гражданство Молдовы, человек имеет право голосовать. Нет, смотрите, да, имеет, но как раз Мария Ивановна сказала, что действительно, как бы, деньги существенные тратятся на те же выборы, чтобы организовать за рубежом. Мое личное мнение, я могу сказать, что если бы эти выборы действительно, ну, я надеюсь, были бы прозрачными, и одинаково во всех странах количество участков открывалось, тогда было бы более, я считаю, что более правильные, прозрачные, легитимные эти выборы. Но когда у нас получается, что в каких-то странах мы, где у нас в сто раз больше количества наших жителей, но... Меньшее количество избирательных участков, имеете в виду, да? Меньшее, да, открывает несколько избирательных участков, дают очень минимальное количество бюллетеней, а там, где, извините за выражение, намного меньше, и чуть ли не с одного города нужно приехать в другой, чтобы можно было проголосовать, там открывать несколько участков. То есть... Все-таки какие-то изменения необходимы? Надимы провести, да. Еще один звонок принимаем в студию. Здравствуйте. Добрый день, Гагаутская радио. Здравствуйте. Прошу вас представиться. Добрый день, господин депутат Бюльгер. Григорий Руссен. Здравствуйте. Я хочу присоединиться к Маре Ивановне. Я тоже каждый раз смотрю народное собрание и вижу, что Григорий Иванович, я жительница Камрата, вижу, что Григорий Иванович очень справедливый депутат. Но его никто не выслушивает там. Я смотрела, следила, когда съезд всех уровней депутатов, этому человеку не дали пять минут, пять минут охрану вызывали. А есть там люди, которые говорили по часу и по полтора. Григорий Иванович тоже избран народом. Избирала Бешалма. И в Бешалме ни 100, ни 200 человек, но тоже там люди проживают, которые ждут от господина Дюльгера то, что человек обещал им перед выборами. И я думаю, что этот человек очень справедливый, очень правильный. Действительно, Марья Ивановна говорит, там есть много депутатов, которые боятся тоже мнения Григория Ивановича, но боятся высказаться там. И я хочу, чтобы наши люди, которые смотрят и не понимают, чтобы не писали всякую чушь в комментариях про этого человека. Этот человек справедливый, избранный народом. Он называется в данное время слугой народа. Народ избирал его, и человек должен за своих избирателей постоять. Благодарим вас. Спасибо. Спасибо, Григорий Иванович. Побольше таких депутатов, как Григорий Иванович. Я думаю, что в народном собрании такого цирка не было. Этот цирк бесплатный там. Благодарим. Спасибо за ваше мнение. Спасибо огромное. Не расслышал, как... Не представилась. Слушательница из Камрата, да. Я признаюсь, я упустила момент относительно съезда депутатов всех уровней, акцентировала внимание на последних двух заседаниях. Но вам действительно не дали возможности высказаться на съезде, Григорий Иванович. Как это было вами воспринято на тот момент? И что... Главная суть, что вы хотели донести тогда с трибуны? Спасибо огромное жительнице Камрата. Действительно удивляет, что люди действительно... Не удивляет, Григорий Иванович, я бы так не сказала. Не удивляет, я имею в виду, что так пристально смотрят и знают каждое заседание. И каждый вопрос, который поднимается там, спасибо за добрые слова. Действительно, здесь аналогия, то, что сказала Марья Ивановна, это действительно крик души. Когда тебе не дают слова, ты хочешь высказать, и тебя специально провоцируют, выключают микрофоны, либо перебивают, то получается, что тебе приходится повышать голос, чтобы тебя услышали, чтобы донести ту мысль, которую ты хочешь высказать. То же самое и на съезде депутатов. Я за пару дней до съезда обращался к комитету, кто был в комитете по организации, спрашивал, где можно записаться. Хочу тоже свои мысли по поводу происходящего выразить. Ответа не получил, где списки. И все вопросы были адресованы господину Константину, представителю народного собрания. В тот день на съезде я написал записку, передал, рядом был господин Стаматов. То же самое, передали записку, тоже хотел выступить, но ни ему, ни мне слова не дали. Что я хотел конкретно сказать по съезду, именно по резолюции, которая должна была приняться и была принята. Именно по резолюции у меня было три пункта добавить и кое-что изменить. Как раз именно важные моменты, которые нужны были для ГГУЗИ. Это предложения, которые в итоге не были отражены в резолюции? Нет, не были отражены, потому что мне не дали слова. Какие это предложения вы можете озвучить в нашем эфире? Я был озвучить и озвучивал у вас в эфире. Делали уже, да? Да, делали. Один из основных, да, вот по поводу того, что, ну, там дали срок до октября месяца вернуть все деконцентрированные службы. И вот я хотел там добавить, когда мы возвращаем деконцентрированные службы, и руководители назначались наши с места, обязательно, чтобы это были наши ГГУЗИ. Потому что есть такое выражение, да, хороший, плохой, но он наш ГГУЗ, и он будет больше ратовать за благосостояние ГГУЗИ. Легче, ну, будет работать с ним, чем человек, который приходит со стороны. Говоря ГГУЗ, имеете в виду жителя ГГУЗИ, не конкретно национальность, да? Нет, конечно, конечно. Таких разграничений не делаете? Я никогда не был националистом, и такие вещи никогда не воспринимаю. Поэтому ты что не хотел уточнить? У нас есть многонациональная страна и автономия. У нас и Молдаване, и Болгарьи, и русские, и украинцы, и другие национальность, и все грамотные, которые заслуживают, и могут какую-то должность делать свою работу хорошую? Григорий Иванович, июня-ин, чекет месяц-индеги, это было все депутаты стоянто оплантазы. Но везде, когда активисты, Феодор Иванович Колчак, они были бы очень уточниваны, как устанавливаются, чтобы иернести. Мы были бы резолюции, как бляды, были бы не только. Продолжение следует... 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 Как можно говорить об остальных вопросах о законности, если мы действительно с повестки начинаем нарушение закона. И смотрите, раз были споры, действительно, 7 июля, председатель начал сразу, все, давайте голосуем за первый вопрос, даже не спросив коллег, действительно, есть еще, может быть, какие-то дополнения за неделю. В первом году, в начале заседания, был приглашен к трибуне Валерий Монастерлы с докладом по первому вопросу. Сразу специально, чтобы не было тех моментов, потому что они не хотели те дополнения на болезни включать, и плюс сразу провести так, как им нужно. Но нет подтверждающего документа, что повестка утверждена. Нет, ну смотрите, мы можем поднять хронологию, пересмотреть сессию Народного собрания, и у нас будут факты налицо. В таком случае вопрос Григория Ивановича, я пересматривала сегодня заседание, и были приняты ряд вопросов, среди этого шума, споров. Председатель ставил на голосование определенные вопросы, и тут же депутаты голосовали, кто как считал необходимым. Это уже на 7 июля. Имеет ли силу эти решения в данном случае, если повестка, как вы утверждаете, не была принята? Любой гражданин, да, либо любой коллега, который сейчас обратится в суд, действительно может оспорить все эти решения, потому что они незаконны. Смотрите, проголосовали за 5 вопросов, вот в этом, как вы говорите, в споре. И пока еще раз, когда Александр Дмитриевич, однофамилия Сдюльгер, председатель комиссии, как раз по юридическим вопросам и СМИ, еще раз не повторил им и не показал на нарушение закона, что мы все-таки за повестку не голосовали. И он в какой-то момент даже засомневался, стоит ли ему выступать с докладом по вопросу, за который он ответственен. Да, так он как раз и не хотел выступать с докладом, потому что он понимает и высказал это, что это неправильно, мы нарушаем закон, зачем мне вообще докладывать. И после его слов почему-то, наверное, председатель, можно сказать, в кавычках, да, одумался и сразу поставил на голосование повестку. После того, как несколько вопросов уже были поставлены на голосование. Да, уже пять вопросов, да, пять вопросов они проголосовали, это было на шестом вопросе, я даже себя отметил. И получается, значит, раз он согласился, он прекрасно понимает, что они нарушают закон. Григорий Кадын, ваш коллега, в какой-то момент вышел к трибуне, и он призвал президиум к прозрачной работе, так скажем, и на что последовала реакция спикера, он сказал такие слова, во всем мире меньшинство подчиняется большинству. Как вы прокомментируете эту фразу? Смотрите, во всем мире, когда, в каких случаях меньшинство подчиняется большинству, когда все делается законно, и по букве закона. Правильно госпожа Мария сказала, что все должно быть с первого момента, с начала, когда даже повестка начинается, с этих моментов не нарушать закон. Включение вопросов, то, что я сказал, пока не заседает комиссия постоянная по своему вопросу, вопрос никак не может попасть на президиум. А здесь, получается, все это делается каламбуром, так, каким нужно. Смотрите, и даже если так взять, если из всех этих вопросов, каких-то сильно таких срочных вопросов не было, чтобы как-то спорить из-за этого, но 30 июня господин Константинов специально сам прекратил сессию, вопрос ни один не рассматривался. Ему нужно было время, неделя, да, потому что он не знал, что делать. 30 июня у него не хватало голосов, чтобы провести данные вопросы. Что изменилось 7 июля? Ну, 7 июля пришлось свое большинство, так называемое, да, привести в полном составе, чтобы прошли вопросы так, как кому-то хочется. Поэтому я считаю, что действительно без личности, все всегда, почему, без их тарла, дар, да, балк кафадан чуре, ембозлы. Еркере, лямчик etme, баштан, кафадан. Да, бьюн, ачан Дмитрий Горгыч, Константинов халкын баши, Гагоз халкын баши председателе. О, лазым, койсун, ищи, элла, ура, а не, аплсин, ипси, икануна горе. Ищлесин комиссия, ищлесин дору президиум. Емда тёк коллега лаңгысы гидеме, гидеме, дисида комиссия, Он, 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 вар, изни, о, калдарды еллины, кенде бакшаны, кенде фикерны, Сюледи, гиде, кана, заседане, деда. Дидлиям, бу, ищен, калдыма барыш, емдору, геркер, геркештас, чок, дору, сейледи. Если бір коллега сорду, я, анадым, биза, не касси с харчады нас топлива, бука, ваката. Всё, сразу наш таки восприняли это всё. Почему ты должен быть врагом, если ты действительно просто сказал нужные вещи, И, может, они действительно неприятные, но это не говорит о том, что надо воспринимать все-таки. Григорий Иванович, как депутат, какая вероятность распуска Народного собрания, потому что в последнее время показывают, что оно недоработоспособно. Особенно последние два. Это было не заседание, это был скандал, это позор. Не только мы смотрим Гагаузия, но смотрится и за рубежом, и, наверное, складывается мнение. Вместо того, чтобы решать вопросы, очень больные, насущные вопросы, особенно по возврату полномочий Гагаузии, которое было решено на съезде всех уровней, значит, уже сколько прошло времени? До сентября осталось совсем мало, где заседание должно быть, депутаты всех уровней должно быть продолжено. Но сегодня мы не видим никаких комиссий, не образуется, не выезжает ни Совет Европейский Союз по делам нацвеншист или по делам автономии. Надо не сидеть дома здесь друг друга грызть, а надо выезжать и требовать, чтобы наши полномочия, тем более Молдова, сейчас является кандидатом члена Европейского Союза. А там в Европе очень жорко следят за тем, как относится государство к данной автономии. А наши автономии превратили бы ничто. Вот такой вопрос. Спасибо, Дмитрий Петрович, за вопрос. Начну по порядку, какова вероятность распуска Народного собрания Гагаузии, как вы выразили, что они работоспособны. На самом деле данный состав, входит очень много депутатов, профессионалов в своей деятельности, и оно работоспособно, просто эту работу нужно поставить в правильное русло, как я уже повторялся сегодня. По поводу, почему происходят скандалы, споры, да, ну, знаете, стоит просто посмотреть и другие страны, как проходят заседания парламента. В некоторых странах там и стульями, и столами кидаются, ну, не дай бог. Так и у нас тоже едва не дошло до драки, Григорий Иванович. Не дай бог, конечно, это нехороший пример, да, что есть другие страны. Вам пришлось встать между господином Иванчуком и Кёсием? Ну, об этом, да, попозже поговорим. Я считаю, что всегда в споре рождается истина. Если бы проходило заседание чересчур тихо, значит, это просто, да, по указанию одного героя театра, да. Поэтому всегда споры были, будут, ну, конечно, как бы не то, что призывать коллег к себе, по крайней мере, всегда обращаюсь, стараюсь без лишней надобности. И эти эмоции получаются именно тогда, когда идет нарушение. Понятно, что где-то мы, Гагузы, более эмоциональные. Не можем сердцик, алыс, цертянь. Лязом с авашмани, гецинтая ваш, та гёзель. Ем да, нащи зе, да, Руси, да, Дмитрий Петрович, ане, вакатомыз аз клалды. Лязом, да, ручок, с ойлдой. Лязом, да, ручок, с ойлдой. ОБСИ аланда, пасолала аланда, тё адамла. Ким, як ше доныш тарсинна, біззин кишиньо в бюйке измитчелере. Григорий Иванович, у тех, кто следил пристально за заседанием, последними двумя заседаниями, могло сложиться впечатление, что некоторые депутаты социалисты намеренно срывают заседание. Имеет ли место такое мнение? Я считаю, что это может быть имеет место, но не скажу, что это было так, потому что один из, кто спорил, и был, наверное, в эпицентре, я и был сам, но я не отношусь ни к какой-то фракции социалистов. Я бы, наоборот, сказал, что, по крайней мере, последняя, это стопроцентная провокация именно со стороны председателя Народного собрания. Что именно Григорий Иванович? Да, собрались люди, патентообладатели. Кто их привел? Смотрите, да, вопрос кто-то привел, не привел. Знаете, я думаю, что вопрос злободневный, наболевший. И стоило бы приводить или не приводить, по-любому кто-то бы пришел бы. Но даже если кто-то организовал, что люди пришли с этим вопросом, что мешало председателю Народного собрания сразу, как только люди собрались, да, и подошли и сказали, вот мы пришли под таком вопрос. Давайте выйдем на 5 минут, переговорим с жителями. Но в итоге ведь вышли, Григорий Иванович. Да, но через полтора часа, когда уже на улице накалялись страсти, и там и правоохранительные органы не пускали людей, а люди имеют право, у нас же как демократия, имеет полное право каждый житель приходить и находиться на заседании. У нас все открыто. Почему-то, когда некая госпожа приходит, для нее чуть ли не дорожку стелят, а здесь, когда свои жители пришли с проблемой, их не пускают. Понятно, что 100 человек в то зал заседания не поместится, поэтому надо было сразу выйти. Ну, к патенту обладателям вышли, действительно, но на самом деле у меня, во всяком случае, сложилось впечатление, что этих людей привели, потому что оснований сегодня для этого особых не было. Закон есть. До конца текущего года патенту обладатели могут работать так же, как и работали, потому как вы с коллегами приняли это решение. Да, в Молдове есть изменения. Наш закон действует, несмотря на то, что он находится в суде, он пока не отменен. Какие были поводы для того, чтобы приводить такое количество людей, при всем уважении к ним и к их работе? Смотрите, я когда во время заседания, вернее, до начала заседания, перед тем, как зайти, было пару человек, и я спросил одного из них, что случилось по какому вопросу. Вот мы патенту обладатели, вот собираемся. Я говорю, можно я вам выскажу свое мнение? И вот то, о чем вы говорите, я говорю, ребят, в нынешней ситуации не стоило вообще поднимать панику. У нас есть свой закон, и он действует. И, кстати, наш закон о патенте принимался, вот как госпожа Мария говорила, чтобы быть первопроходцем в каким-то законам. Вот как раз закон о патентах, это начиналось в Гагаузии. Он действовал не один год, пока, если я не ошибаюсь, господин Воронин, когда стал президентом, и он заметил, что этот закон очень правильный, хороший, и на основании уже как бы нашего закона республика приняла свой закон о патенте обладателях. У нас разница только в количестве сфер деятельности, что можно было. И поэтому сейчас не стоило кричать, потому что сейчас нас услышали, завтра уже обратятся в суд. То есть мы бы растянули время, по крайней мере, и люди, которые работают у нас, обладатели на территории Гагузии, могут спокойно работать. У нас есть свой местный закон, мы имеем на то полномочия. И вы не раз с коллегами возвращались к этому документу, вносили необходимые поправки всегда. И уверен, что как только власти, если перетянут какие-то шаги, соответственно, тоже в срочном экстренном порядке примем заново закон с изменениями и продолжим работу. Найдете выход с коллегами. Принимаем еще один звонок. Григорий Иванович, наденьте наушники, будьте добры. Здравствуйте. Добрый день. Иван Николаевич Бессараб. Да, да. Слушаем вас, Иван Николаевич. Добрый день. Всех вас приветствую. Добрый день. Я, как житель Гагаузии, вы знаете, участвую всегда в политической жизни Гагаузии. Но у меня вот такой вопрос. Я уже всех депутат просил и сами говорят о том, что если я буду депутатом, я не сервис закон об отзыве депутата. Не поправим мы ситуацию до тех пор, пока не будет у нас закона об отзыве депутата. Мы видим, я сейчас не разбираю, кто прав, кто не прав. Но население видит все прекрасное, что происходит. И население видит, какого депутата надо оттуда убрать, чтобы он не мешал. Но, к сожалению, у нас нет такого рычага. Закон об отзыве депутата. Если вот закон будет существовать, я вас попрошу, вы можете инициировать этот закон, чтобы она действовала. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Григорий Иванович, значит, проблемы есть такие большие, которые вроде бы они незаметны. Но из-за этого все происходит. Вот лично в моем селе, если депутат собрал бы народ, я отчитывался перед народом, потому что он представляет, любой депутат представляет народ, а не себя. Чтобы мы задали вопрос, почему вы ведете себя вот так, почему вы ведете себя вот так. Но я сколько раз спросил моего депутата, Светлана Радиона, соберите людей, отчитайте змеи. И у нас есть вопросы, которые есть. Я хочу задать вопрос, народное собрание мне не дадут. Вы знаете, сколько я просил, за меня не дают. А вот здесь я смогу. Конечнее, будьте добры, у нас очень мало времени. Вот такой вопрос, Игорь Иванович. Согласны ли вы, что вот данное народное собрание должно сложить мандаты и уйти? Почему? Потому что вы, вообще весь народное собрание, да, я не имею лично вас, вы до конца не доведете вот этот созыв, обязательно что-нибудь натворите. Благодарю за ваше мнение, Иван Николаевич, спасибо. Вместе с премьерским выбором выбрать других, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Примонова. Начну с конца. Иван, смотрите, я за мандат свой никогда не держался и не держусь. Я не родился депутатом и не собираюсь быть вечным депутатом. По поводу того, чтобы сложить сейчас мандат и сделать выборы вместные, мое личное мнение, я считаю, что сейчас это нецелесообразно, учитывая то, что творится у нас в стране и вокруг нашей страны. В это тяжелое время уходить и обезглавить народное собрание, да, и у нас еще нет нового исполкома, то это будет немножко, наверное, не то, что некорректно, это будет, наверное, мы подыграем тем силам, которые хотят уничтожить Гагаузи, это первое. Второе, по поводу того, чтобы отчитывался ваш депутат или не отчитывался, эти вопросы, конечно, не ко мне, я думаю, у вас есть возможность найти вашего депутата и побеседовать с ним лично. Вы как отчитываетесь, Григорий Иванович, перед своим избирателем? На протяжении тех годов я несколько раз отчитывался, ну, в принципе, каждый месяц проводим приемные дни, но и так 24 часа в сутки всегда телефон открыт, и по всем вопросам, что люди обращаются, стараемся по возможности все решать, кому-то помочь, кого-то направить куда-то. В этом году еще не отчитывались, но, я думаю, на осень уже, когда люди уже, именно рабочая пора закончится и будет посвободнее, то мы обязательно отчитаемся и скажем о тех вопросах, которые... Ну, и плюс есть у нас сети, где, когда мы что-то делаем, мы обязательно выкладываем, и люди, по крайней мере, смотрят, видят работу, которая делается. И относительно отзыва, да, очень коротко. В созыве он, я уже высказался, за мандат не держусь. Этот закон инициировался в свое время, но там было очень много прорехов, поэтому он тогда отложился. Кстати, в этом созыве именно очень часто звучат призывы от некоторых депутатов к коллегам, ко всем. Давайте уйдем, сложим мандаты, заново пойдем на выборы. Те коллеги, которые больше всех призывают, вот они как раз и не уйдут. Поняла, спасибо. Григорий Иванович, вернемся к социалистам. Я не знаю, как насчет распуска всего законодательного органа, и этого созыва имею в виду, но вот действительно складывается впечатление, что определенные депутаты хотели бы снять с поста председателя господина Константинова. Что скажете? Ну, смотрите, снять с поста это не говорит о том, что роспуск должен быть, да? Нет, речь конкретно о председателе. Речь конкретно о председателе. Человек не справляется с работой своей, не работает над интересами всей ГГУЗи, а только работает в своих личных интересах. Сколько депутатов поддерживают это мнение? Я думаю, очень много депутатов поддерживают это мнение. Это мнение даже те, которые находятся в так называемом большинстве. То есть, ситуация в корне изменилась снова, в очередной раз? Ну, смотрите, я не хочу говорить за всех коллег. Я могу свое личное мнение высказать. В свое время у меня был учитель, хорошую фразу говорил, если человек находится на каком-то месте, учитывая рабочим, если он не справляется, он не должен ждать, что кто-то его попросил уйти. Он должен сам уйти и дать возможность другому человеку показать намного лучше работу и сделать ее. А учитывая, что практически за полтора года председатель Народного собрания не смог, во-первых, сплотить всех коллег, а получается свои и чужие, а этого, я считаю, что не должно быть. Каждый из нас имеет право иметь свое мнение иное, чем кто-то другое, да? Да, но оно может быть рациональное. И когда, вот смотрите, у нас пять пальцев, и все разные. Конечно. Поэтому. Вы были и в предыдущем созыве, Григорий Иванович. Работа была эффективнее, чем сейчас, чем в этом созыве? Ну, по крайней мере... Моя ситуация, конечно, была другая, и время другое. И время другое, но, по крайней мере, и наши комиссии работали по-другому. По крайней мере, вот я говорю про комиссию сельского хозяйства, но мне сейчас не просто стыдно, просто честно больше не хочется идти на эту комиссию. Вот относительно хочется идти или нет, взаимные упреки все-таки звучат. Большинство обвиняет, меньшинство в том, что они не участвуют в работе комиссии, и наоборот. Как все-таки отследить эту информацию? Господин Железоглук, который председатель по регламенту, буквально, я не знаю, пару месяцев назад даже, когда поднимались эти вопросы, специально давали информацию, кто из депутатов, как посещает сессии, и как, соответственно, посещает и комиссии. Есть хронология, пусть посмотрят, сколько раз я в прошлом созыве и в этом созыве пропустил и заседание Народного собрания, и комиссии. Вы состоите в комиссии по сельскому хозяйству, правильно поняла? И по бюджетной. И по бюджетной. Две комиссии. Как работают ваши коллеги? Удается ли всегда заседать? Есть ли всегда кворум в этих двух конкретных комиссиях? Если конкретно по сельскому хозяйству. У вас есть претензии, я услышала, а вторая комиссия? До сих пор там собирались, но в последнее время получилось, может быть, то, что летний период, и пора сейчас начали с уборка, может, из-за этого у коллег не получилось, не смогли собраться. Претензии есть к тому, именно председателю комиссии постоянной, потому что он, во-первых, не то, что не умеет работу ставить, он как раз не слышит коллег, когда какими-то предложениями в той же комиссии предлагаешь. Григорий Иванович, не закончатся ли вот эти все споры относительно качества работы, если народное собрание перейдет на профессиональную основу? Я думаю, что имеет место, и это будет, наверное, более эффективно. Но, опять же, понимаете, взять на уровень финансов, те же люди опять начнут, вот у нас сейчас и так тяжелая ситуация, сейчас и всех депутатов перевести на плотную основу. Но сделать их количество меньше, насколько я помню. Вот с этим я не согласен. С этим не согласен. Нет, в корне не согласен. Наши отцы, когда работали над этим законопроектом и уложением, приняли тогда правильное решение, каждый населенный пункт, пусть он не маленький, но должен представлять его коллегу. Согласно округу, да. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, заман Насхайер-Лолсон. Здравствуйте. Слушаем вас. Заман Хайер-Лолсон. Григорий Иванович, вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы это, прямо этот, несколько минут назад сказали, что... Владимир Михайлович, если я не ошибаюсь, правильно? Ну, я уже это не стал, это представляется. Чудерлунков с нами на связи. Спасибо, Валентина. Это вы сказали, что если народное собрание распустится, то Гагаузия, ну, прямо развалится, это прямой путь к развалу Гагаузии. Вот у меня теперь вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а то, как работу ведет народное собрание, оно не ведет Гагаузию к развалу осознанно, намеренно, целенаправленно? А может быть, если народное собрание распустить, мы спасем Гагаузию? Наоборот, а не то, что это сохраним при народном таком работе, при такой работе народного собрания. Спасибо. Благодарим вас, Владимир Михайлович. Владимир Михайлович, учитывая, что вы взрослый человек, имеете право, наверное, делать такие выводы, но, опять же, я повторюсь то, что я вижу, что ни в коем случае в данной ситуации не нужно роспуск народного собрания. Вполне с вами согласен, что при такой работе действительно идем к развалу, и очень прискорбно это осознавать, и, по крайней мере, поэтому, наверное, где-то и становлюсь, как госпожа Марья Ивановна сказала, бунтарем. Пытаюсь как-то донести коллег, попробовать что-то изменить, предложить, по крайней мере, не один раз так же предлагал, давайте будем собираться, встречаться и с послами, и с представителями ОБСЕ, и с другими гарантами, которые в свое время, когда мы делали, наши отцы делали и Гагузскую республику, и потом перешли на автономию. Поэтому я считаю, что работу можно исправить, поставить, и будет все хорошо. Хочу вернуться к принятым решениям на заседании 7 июля. Вот, опять же, скажу, что среди всего этого шума поставлены на голосование ряд вопросов. Председателям депутаты голосовали, и буквально за 30 секунд было принято решение относительно реорганизации печатного издания «Вести Гагаози». Устав был принят, поправьте меня, если я неверно что-то говорю, Григорий Иванович, о реорганизации печатного издания с историей. Вы знаете коллектив, который готовит эту газету и издает его на протяжении многих лет, и за 30 секунд принять это решение, ну, мне кажется, несправедливо. Смотрите, это 14 вопрос, здесь не о реорганизации, здесь несколько вопросов, ну, в нескольких заседаниях Народного собрания поднимались вопросы, были вопросы связаны. Но есть ли уверенность в том, что все депутаты вникли в этот вопрос и смогли принять взвешенные решения? Смотрите, я ни по одному вопросу не голосовал, потому что был не согласен с тем, что идет незаконно, не была повестка. И плюс приходилось выходить к патентообладателям, там были немножко накал страстей. Ну, относительно судьбы газеты, я знаю, что вы знаете всю ситуацию. По поводу судьбы газеты, вот здесь как раз вопрос связан, ну, не с реорганизацией, а здесь именно со штатным расписанием. Там все эти вопросы были также в комиссии. Ну, те коллеги, по крайней мере, которые пришли на комиссию и ознакомились, то там действительно как бы нету такого, чтобы можно было размусоливать, да, еще полчаса или час. Я думаю, кто ознакомился, то там вполне нормально. Здесь именно было связано то, что с уставом и со штатным расписанием. Хорошо, спасибо. Григорий Иванович, насколько я поняла, депутатский запрос был сделан вашим коллегой Иваном Димитровым, главой фракции социалистов в Народном собрании Грузии, относительно того, как расходует президиум топлива и как пользуется государственным имуществом. Его, я так поняла, что не удовлетворил ответ и отчет председателя. Вы знакомы с этими документами? Ну вот документы у меня как раз с собой, если это можно назвать документом. Что вы скажете на эту тему? Ну, смотрите, ребенок, наверное... Более подробной информации хотят ваши коллеги-социалисты от председателя. Да, ребенок в пятом классе, кто, наверное, дети учатся информатику, да, таблицу и то, все сделают намного лучше. И, по крайней мере, документ без подписи, это не документ. Сейчас не о таблицах, а... Нет, вопрос, смотрите, сама информация, да, две маленькие цифры без разъяснений. Во-первых, документ не подписан, это уже не документ. Информация, действительно, коллега там возмущался, действительно была... Тут таблица несколько больше, Григорий Иванович, это другая таблица уже? Нет, это другая таблица, это уже мой запрос. Здесь информация, действительно, дана очень скудная. Ну, по крайней мере, может быть, когда председатель будет отвечать и докладывать по этому вопросу, может быть, он все в уме помнит и разъяснит чуть более расширенно по этим вопросам. То есть он мог сделать это и в устной форме на заседании, удовлетворить вопросы... Нет, смотрите, в устной форме он по-любому должен будет сделать, но, по крайней мере, когда делается запрос, должно быть и в письменном форме все расписано. Ну, здесь расписано... Почему это так принципиально для ваших коллег? Как считается? И для вас, я так понимаю, тоже? Принципиально для коллег, наверное, из-за того, что господин Димитрогов поднял то, что в выходной день председатель народного собрания на служебной машине выехал за границу. Может, поэтому эта принципиальность именно сейчас поднялась. У меня есть свое мнение по поводу, и я на сессии высказался. У нас, вот вы как сотрудник, да, приходите на работу, добираетесь своим ходом, как у нас принято, либо на автобус, либо пешком. У кого какие возможности? Да, либо, если есть свой личный автотранспорт со своим, пришли на работу. То есть, если вы занимаете должность директора, соответственно, и у вас имеется как бы по должности закреплено автотранспортное средство, в течение дня вы разъезжаете и решаете рабочие моменты. Это нормально? Это нормально, это правильно, это нужно. Но закончился рабочий день, машина в гараж, и вы едете домой так же, как добрались сюда. И это правильно. Значит, практически вся автономия так работает, а здесь, получается, все предоставлено, а в то же время, ну, в связи, из-за чего спор. Ладно бы, если бы тратили, но, по крайней мере, работало бы, было бы некоторыми из них сделано, а некоторые... Есть какая-то норма, есть какой-то лимит? Ну, есть, да, есть там лимиты, ну, вот это пусть уже председатель рассказывает, там, какой лимит на каждую комиссию, там, я знаю, ну, те комиссии, которые имеют автотранспортное средство, имеют лимит, сколько они в месяц должны тратить топливо. Теперь вы ожидаете более подробного отчета? Ну, думаю, если у председателя задали такой вопрос, нужно ответить. Ну, и плюс был мой запрос по поводу также, куда уходят денежные средства с резервного фонда, именно президиума Народного собрания. И мне тоже хотелось бы, конечно, разъяснение здесь тоже. Какая цифра? Ну, таблица чуть-чуть больше, таблица чуть-чуть больше, но, да, вот здесь указана материальная помощь. Я знаю, что она идет и на материальную помощь, а конкретно кому? В этом-то и был, как бы, один из вопросов. Плюс здесь на некоторые организации... Какая сумма определена на эти расходы, Григорий Иванович? Ну, у нас 1% берем от всей суммы, у нас получается 280, вот в этом году 280 тысяч на президиум. Спасибо. У нас есть еще немного времени, Григорий Иванович, 19 июля, это дата, когда состоится инаугурация новоизбранного башкана Евгения Гуцул, и спустя короткое время она должна будет представить вам и вашим коллегам новую команду исполнительного комитета. Ну, по закону имеет право 45 дней. 45 дней, да. Спасибо за уточнение, Григорий Иванович. Какая будет эта команда, мы увидим, и оценивать будете вы, достойны, недостойны этих должностей, представленные лица. Но все же, если вот эта ситуация в НСГ не утихнет, если споры будут продолжаться, в каком режиме, как вы вообще с коллегами намерены принимать, утверждать новый состав исполкома? Ну, смотрите. Не получится ли блокирование очередной работы в целом? Ну, опять же, я же не могу отвечать за всех коллег, я один из 35, я столько могу свое мнение высказать, да. Поутихнет ли пыл некоторых депутатов к 19 июля? Думаю, если господин председатель будет продолжать и провоцировать в таком же русле, то навряд ли. Пыл не поутихнет, и, возможно, да, заседания будут продолжаться опять на повышенных тонах. И, конечно, всегда почему, говорит, в народе, да, принято. Покажи пример, да, той тишины, поставь работу, и я уверен, что не будет никаких разговоров на повышенных тонах первого. Второе по поводу исполкома. Пока не видя представленной команды, кто будет туда входить. Хотя бы элементарно, да, не увидеть человека в лицо, его CV, какую должность он до этого занимал, как можно говорить о его профессиональных качествах. Соответственно, лично я хочу, чтобы в этом новом составе исполнительного комитета были предложены, да, начальники управления, люди, которые имеют опыт знаний и смогут в своей сфере продвинуть Гагузию вперед. Ну, будем надеяться, что госпожа новоизбранный Башкан предоставит именно таких людей. А чтобы мы уходили, да, когда мы говорим всегда о республике, да, там, жалуемся везде кумовство, родственники. Вот давайте будем уходить и реально будем предлагать профессионалов своего дела, которые будут ратовать за благосостояние Гагузии в целом. Какие надежды вы возлагаете на Евгению Гуцул? Вы уже в своем брифинге недавно говорили о том, что она и ее команда должны немедленно приступить к выполнению своих предвыборных обещаний. Просим прощения у нашей аудитории. Но тогда не было понятно, вы придерживаетесь, вы за, вы против. Как-то больше я склонилась к тому, что вы такую нейтральную позицию приняли. Но какие надежды все-таки возлагаете? Смотрите, я по жизни все-таки оптимист. Конечно, хочется, да, и мы всегда надеемся на то, что всегда лучшее придет нам, учитывая то, что мы пережили. И я уверен и надеюсь, действительно, наш гагаузский народ и весь молдавский заслужил лучшей жизни в республике Молдова. Поэтому я уверен, что с Божьей помощью, если мы совместно будем работать в этом направлении, мы очень многое изменим в лучшую сторону. Конечно, от нового избранного Башкана того же хотелось действительно ратовать. Потому что вы правы, я взял нейтральную какую-то сторону в связи с тем, что я был в команде другого кандидата. Поэтому, понятно, моя мысль. И здесь, учитывая, что было сделано очень много громких заявлений, и было в первую очередь сказано, что даже вот мы завтра выиграем, и сразу с понедельника начнем за чуть-чуть рукава. Даже не будем ждать инаугурации, будем делать определенные вещи. Ну, не хочу никого судить. Есть избиратели, которые выбирали, они могут спрашивать, да, почему там какая-то работа началась, не началась, или есть какие-то препоны, потому что мы знаем, что она прошла от партии. И, соответственно, здесь нападки на партию определенные, как не бездадела. Костяк Коэлла, бейки мунуштан, ищла ипси, иоланмады. Ну, вакат гюстареджек. Сады, дуай-дес, они неададла япсина, да, инсанаусынтай. Саулинус Григорий Иванч, табирсы, рассеолей, ирмани, бизде, бугун студиямс, да, мусофрилльгтэ, болунду Гагаузиан халк топлившон депутата Бешалмакевиндэн, Григорий Дюльгер. Саулинус, вакадов мы-са, азалды, бельсестел из этого 6 лечени, пеку, кисадан вил Driving. Умут, сами. Продолжение следует... Продолжение следует...